Екатеринбуржца, неудачно пошутившего в Таиланде, подарив местным жителям доллары из так называемого банка приколов, освободили из тюрьмы. Его жене и друзьям пришлось снести за это 300 тысяч бат или свыше 650 тысяч рублей. Более трети этой суммы, 252 тысячи, собрали россияне, узнавшие о соотечественнике, попавшем в беду из интернета и СМИ. Напомним, екатеринбуржец Вадим Веденяпин, отдыхавший в Таиланде с семьей и друзьями, оказался за решеткой после того, как, по его словам, шутки ради раздарил собутыльникам в баре пачку сувенирных долларов, которые ранее приобрел в России в качестве валюты для настольных игр. Тайцы же посчитали, что турист с ними рассчитался поддельными куперами и заявили в полицию. Теперь Вадиму грозит реальный тюремный срок, но чтобы не оставлять мужа в тайской тюрьме, до рассмотрения дела по существу, его супруга Екатерина и друзья их семьи обратились за помощью к соотечественникам. На сегодняшний день наши затраты составили 742 390 рублей, написала Екатерина в своем инстаграм. Из них 652 173 рубля – это сумма выплаченного залога – 300 тысяч бат. Остальное – адвокат, переводчик, судебные издержки. Своих денег в таком количестве у екатеринбургских туристов не было, поэтому, заняв у родных и друзей, они смогли собрать 490 тысяч рублей, а 252 274 рубля составил вклад малознакомых или вообще незнакомых россиян, близко к сердцу воспринявших эту беду. Екатерина Веденяпина благодарит всех откликнувшихся, но предупреждает, что на время следствия вынуждена отказаться от комментирования произошедшего, чтобы не навредить мужу.